Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение. Это честь для меня быть в такой аудитории. И особенное удовольствие, когда я вижу столько увлеченных и горящих глаз наших медицинских сестер, потому что без вас врачи не могут сделать ничего. И я всегда говорю о том, что медсестра в стационаре – это самый главный человек, который делает всё, что хочет, всё, что врач назначает, всё, что врач рекомендует. Обычно всё это делают медсёстры и медбратья. Поэтому огромное вам за это спасибо. И с большим удовольствием я расскажу немножечко о инфекционном контроле, о том, как это сделано в нашем стационаре, и поделюсь, возможно, чем-то полезным, что вы сможете у себя использовать. В первую очередь, когда мы говорим про инфекционный контроль, мы говорим о внутрибольничных инфекциях. Или, как их называют в настоящее время, это инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Это, конечно, глобальная проблема, которая существует во всём мире. Это проблема, в первую очередь, безопасности пациентов, безопасности их пребывания в стационаре. И если известно про развитые страны, там это случается примерно в 6-8% и, может быть, в отделениях высокого риска, таких как отделение реанимации, это случается чаще. Про развивающиеся страны таких данных нет. И известно, что эти риски, конечно же, выше, выше в разы, даже в десятки раз. И про Россию истинные такие эпидемиологические данные отсутствуют. К сожалению, зачастую нам это даёт такую ложную уверенность, что у нас всё хорошо, что у нас как будто бы этих внутрибольничных инфекций нет. Они, конечно, есть. Главное – распознать, что это такое, и распознать эти риски. Вот об этом мне бы хотелось поговорить более прицельно. Итак, в Соединённых Штатах Америки Центр по контролю заболеваемости публикуют такие данные, как почти 2 миллиона в год пациентов заболевают внутрибольничными инфекциями. То есть мы должны понимать, что если бы пациент не оказался в стационаре, у него бы не произошло развитие вот этого инфекционного осложнения. И смертность – это колоссальные цифры. Почти 100 тысяч пациентов ежегодно. Это данные только Соединённых Штатов Америки. Мы можем представить и экстраполировать приблизительно эти данные на Россию, хотя бы по численности популяции. Это должны быть очень большие цифры. И если мы поговорим о сравнении цифр и фактов, то каждый год мы знаем, что происходит примерно в среднем до 10 авиакатастроф. И каждый раз, когда мы это слышим, мы это запоминаем, мы боимся. Это действительно катастрофа. Так вот, вы должны понимать, что от внутрибольничных инфекций каждый день в мире умирает столько пациентов, как если бы разбивалось два самолёта. То есть это катастрофические цифры. Это огромный уровень потерь. И в первую очередь мы знаем, что самая большая проблема связана с резистентностью, то есть с устойчивостью этих микроорганизмов к антибиотикам. Как минимум 50% пациентов, умирающих от внутрибольничных инфекций, умирают от инфекций, вызванных резистентными микроорганизмами. И вот такой челлендж, вы знаете, это была популярная вещь в начале 2019 года, когда мы все делали фотографии до и после. Вот так изменились микроорганизмы. Вот так они научились быть устойчивыми к действию антибиотиков. И если вы посмотрите, вот эта красная маленькая Индия очень быстро начинает распространяться по всему миру. Это первый устойчивый патоген, который стал распространяться во всём мире. Вы сейчас увидите, как вся поверхность земного шара превратится в красный цвет. Вот так быстро эти супербактерии, которые не знают никаких границ, распространяются. И это происходит во всём мире, это происходит в нашей стране, это происходит в наших с вами стационарах. И мы должны помнить, что вот это и есть самая большая такая глобальная катастрофа современной медицины. У наших пациентов, у иммунокомпрометированных пациентов, конечно же, есть особенные факторы риска, которые вот так их делают очень уязвимыми к развитию антребоничных инфекций. Естественно, что само основное заболевание, будь то лейкоз или какие-то лимфомы или солидная онкология, это приводит к тому, что у пациента нет возможности отвечать, формировать этот воспалительный ответ противоинфекционный, и они очень, конечно же, уязвимы. И плюс, конечно, вы должны понимать, что та терапия, которую мы проводим в стационарах, это химиотерапия, это иммуносупрессивная терапия, она в дополнение ещё к этому подавляет возможности организма, и, естественно, пациенты становятся очень, ну скажем, уязвимыми, практически как такие наивные новорождённые дети. И, естественно, проведение химиотерапии приводит, вы все это видели не один раз, к развитию мукозитов, когда поражаются слизистые, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта, когда поражаются кожные покровы, мы знаем, что это наши натуральные барьеры. То есть у наших пациентов эти барьеры не срабатывают, у них нет вот этой защиты от проникновения сквозь патогенов. Но об этом уже было сказано. У каждого нашего пациента есть как минимум одно устройство жизнеобеспечения, один инородный девайс, это точно центральный венозный катетер. У некоторых этих устройств может быть несколько. Это могут быть трахеостомы, гастростомы, что угодно. И, конечно, это тоже очевидные входные ворота. Если мы говорим о детях, то, конечно, это тоже дополнительный риск, потому что мы знаем, как сложно изолировать пациентов. Они играют, они хотят, они стремятся, это их жизнь, выйти вовне, выйти из палаты, они хотят этого общения, и, конечно, в отношении детей это еще сложнее. И поэтому, когда наши врачи или медицинские сестры спрашивают, какой процент риска у наших пациентов развить вот эту внутрибольничную инфекцию, обычно мы объясним, что каждый наш пациент, 100% пациентов находятся в этой зоне риска. У каждого может произойти, может развиться внутрибольничная инфекция. И мы знаем, что на сегодняшний день при всех возможностях сопроводительной терапии именно инфекции являются основной причиной смертности у онкогематологических пациентов. И, конечно же, смертность при развитии такого осложнения, как сепсис, она гораздо выше в сравнении с пациентами неиммунокомпрометированными. Поэтому у нас должна быть обязательно определенная стратегия по профилактике внутрибольничных инфекций, по предотвращению. Это должен быть план, о котором мне хотелось бы поговорить дальше. Но сразу сказать, что важно не только наличие плана, как важна еще и комплоентность, следование этому плану, приверженность сотрудников тому, что происходит в стационаре, тем алгоритмам, которые написаны. Итак, если мы представим нашего пациента, который в центре, есть такие самые важные пути воздействия на нашего пациента. Первое – это окружение пациента, то, что его окружает. Дальше – это персонал, который контактирует с пациентом. А известно, что один пациент каждый день контактирует примерно с 14 разными сотрудниками. Это могут быть лечащие врачи, медицинские сестры, консультанты, кто-то еще. То есть 14 разных человек каким-либо образом взаимодействуют с каждым пациентом ежедневно. Мы понимаем, насколько важен весь спектр различных алгоритмов. Естественно, наличие инородных устройств и антибиотики – это то, что назначают врачи. И если вы посмотрите, то большая часть всех этих важных моментов в этой большей части задействованы именно медицинские сестры. Без них, без их участия невозможно сделать эту профилактику вообще адекватной и грамотной. То есть врачи участвуют в основном только в том, что касается конкретно терапии, например, назначения антибактериальной терапии или химиотерапии. Итак, если мы будем говорить дальше, то мне бы хотелось остановиться на самых значимых, самых важных моментах, которые касаются каждого из этих пунктов. В отношении окружения пациента мы должны понимать, что имеется в виду и его палата, и то, что его окружает, и тот персонал, который с ним взаимодействует. И самое важное, и для вас это не секрет, что то, чем все мы взаимодействуем с нашими пациентами, это наши руки. И, конечно же, это самый краеугольный такой камень в отношении профилактики внутрибольничных инфекций. Далее по значимости, по важности, это, конечно, изоляция пациентов, у которых мы знаем, что есть патогенная устойчивая флора и грамотная обработка этих поверхностей. Естественно, инструменты – это то, что очень важно в отношении стерилизации, качества обработки. Ну и дальше то, что зависит в большей степени, конечно, еще даже при устройстве клиники, это то качество воздуха, воды, качество питания, которое назначается пациентам. Это все мы проговорим дальше. В отношении персонала очень важные моменты, которые мы всегда недооцениваем, это так называемая культура безопасности. Это то, чему сейчас уделяется очень большое внимание. Мы ложно думаем, что если пациент в стационаре, то он точно в безопасности. И это не так, потому что мы недооцениваем те факторы риска, которые обрушиваются, скажем так, на пациента, когда он оказывается у нас в отделениях. И для того, чтобы воплотить эти идеи, эту стратегию, очень важно мультидисциплинарное взаимодействие. Это когда врачи и специалисты разных направлений, разных специальностей слышат друг друга, когда хирурги, реаниматологи, гематологи взаимодействуют именно во благо пациента. И, конечно, это невозможно, если мы не будем включать и подключать медсестер вот в эту бригаду, потому что, естественно, и, как я уже говорила, это самые важные люди стационаров. Для того, чтобы это было возможно, у нас должны быть определенные алгоритмы, алгоритмы проведения тех или иных самых важных критических манипуляций. И для того, чтобы это воплотить в жизнь, должны быть люди, которые проводят мастер-классы, обучение и в то же время контроль того, как исполняются вот эти алгоритмы, как это делается. И в отношении следующего, это инородные устройства. Тут важны, конечно, как я уже говорила, чтобы были приняты определенные принципы, как это происходит. Потому что это не должно, например, то, как переклеивается центральный венозный катетер, не должно зависеть от дня недели. Это выходной день, это рабочий день. Есть заведующий в отделении, или он уже ушел, или это ночная смена. Это не должно зависеть от какой-то конкретной персоналии. Это должна быть определенная модель поведения, которую все абсолютно делают одинаково. И очень важно, если вы можете, если вы знаете, и тут важна совместная работа вместе с эпидемиологами клиническими, если вы знаете частоту этих самых осложнений в отделении. Потому что когда мы не знаем, какая, например, частота катетеросцердных инфекций, мы не можем контролировать и смотреть динамику этих осложнений от одного года к другому, от одного отделения разницу между другим отделением. Поэтому важно, чтобы кто-то считал частоту осложнений, и вы бы понимали, что действительно происходит в сационаре в вашем отделении в частности. Итак, если мы говорим про обработку рук, то, конечно, важно несколько аспектов. Первое – это должен быть хороший антисептик. Мы говорим о том, что это должен быть спиртовый антисептик. Обычно это 70-процентный раствор. И персонал должен понимать, когда и как обрабатывать руки. Кроме персонала это должны знать родители, потому что родители действительно обладают зачастую совершенно разным уровнем развития и образования. Некоторые вообще не привыкли мыть руки, а тут надо их обрабатывать просто постоянно. И, конечно, надо им это тоже объяснять. У нас в стационаре – это вот реальные картинки, которые есть. Прямо на стенах везде помещены вот такие довольно-таки, как мне кажется, экспрессивные картинки, которые показывают, что руки на самом деле, они демонстрируют, что руки грязные, они действительно загрязнены. И мы объясняем родителям, что это надо делать качественно. И вот, например, дверь палаты, когда помещена табличка напоминания врачам, как важно обрабатывать руки. И, естественно, что есть определенный стандарт и алгоритм, как надо обработать руки. Не просто поместить антисептик и каким-то образом размазать. Конечно, это должно быть сделано грамотно. И вот я продемонстрирую, что это были руки, которые в ультрафиолетовой лампе с флюоресцирующим агентом. Не так уж плохо была проведена эта обработка, но вы видите, все равно остаются так называемые слепые темные зоны, слепые участки. И, конечно, если это будет сделано более качественно, то картинка меняется, и мы видим, что все поверхности светятся равномерно. Вот это и есть грамотно обработанные руки, грамотно проведенная обработка. Поэтому, если у вас есть возможность хотя бы одну лампу такую иметь для того, чтобы проводить тренинги, мастер-классы, для того, чтобы понимать, что же происходит во время обработки, это тоже очень полезный наглядный момент. Потом, конечно, мы должны понимать, когда обрабатывать руки. Это мало, когда мы думаем, что надо обработать руки только до и после пациента. На самом деле этих моментов 5, так называемых 5 моментов обработки рук. Всемирная организация здравоохранения их, скажем так, утвердила. Это то, что мы должны использовать в нашей практике. И я повторю очень быстро. Это первое. Перед контактом с пациентом, перед выполнением асептической манипуляции, даже если вы знаете, что вы наденете перчатки, потому что перчатки не заменяют обработку рук, не заменяют этой необходимости. После потенциального контакта с биологическими жидкостями после контакта с самим пациентом и после контакта с поверхностями, которые окружают пациента. И если первые два пункта нам понятны, то что же такое контакт с поверхностями, которые окружают пациента? То, что находится в радиусе 1,5-2 метра вокруг пациента, мы знаем, что это высоко колонизированные поверхности, которые могут оставаться колонизированными даже при отсутствии там пациента. И мы знаем, что эти устойчивые патогены сохраняются там на длительное время, а вот это то, как выглядит в реальной жизни. Это обход в реанимации, и абсолютно вот так постоянно, но сейчас наши врачи уже этого не делают, я признаюсь сразу, потому что они осознали, что это тоже важный и значимый момент. Потому что очень часто может быть вот такой контакт, когда врачи во время обхода что-то трогают вокруг пациента, даже они не осознали, что это и есть контакт с потенциально контоминированной частью. После этого, может быть, например, они могут подойти к следующему пациенту, поправить, я не знаю, может быть, повязку, может быть, потрогать дренажную банку, что-то еще. И вот это уже и есть. Вот так произошло уже абсолютно независимо от нас, мы этого даже не отследили, но вот так уже произошло распространение патогенно-резистентной больничной флоры. И вот интересный момент. Очень важно проверять, какая у вас есть комплоентность, как сотрудники действительно соблюдают или не соблюдают ваши рекомендации. В 2016 году мы провели так называемое исследование по комплоентности обработки рук. И посмотрите, что мы выявили. Мы выявили, что медсестры отлично соблюдают комплоентность. Если вы посмотрите серого цвета столбики, это медицинские сестры. И у них самые высокие показатели, 92% общая комплоентность перед контактом или перед манипуляцией с пациентом, это почти 100%. Мы были счастливы это увидеть, это нам казалось вообще лучше даже нельзя. У врачей, как вы посмотрите, ситуация была хуже. И хуже всего эта ситуация была, вот голубые графы, голубая одна графа – это ординаторы. Молодые доктора, которые пришли, они ничего не знают, им этого не рассказывали. Это был самый такой наш провальный момент. После этого инфекционный контроль изменил свою тактику. И мы стали тех молодых врачей, которые пришли в ординатуру, не допускать в отделение клинические, пока они не пройдут стажировку инфекционного контроля. То есть как минимум две недели они были только у нас. Они учились, изучали все алгоритмы. И мы посмотрели, что произошло с комплоентностью в 2019 году. И посмотрите, я сначала обращу ваше внимание на голубые столбики – это ординаторы. Насколько все стало лучше и насколько, конечно, мы тоже обрадовались. У врачей все стало тоже значимо лучше, в том числе у хирургов, что было для нас очень важно. Но посмотрите на серые первые столбики, что случилось с медицинскими сестрами. Все стало похуже. И мы, конечно, были очень огорчены это увидеть и поняли, почему это произошло. Конечно же, за эти два года происходит смена кадров. Кто-то уходит в декрет, кто-то просто увольняется. И эти постоянные мастер-классы и образовательные курсы, они должны быть просто постоянно, регулярно. Нельзя упускать внимание, например, целый год не заниматься в отношении тех или иных проблем. Поэтому, конечно, это для нас было очень важным критерием. Когда мы увидели эти цифры, когда мы это посчитали, мы поняли, что надо обязательно заниматься постоянно. И даже с теми, кто был отличником, даже с ними все равно надо продолжить эти занятия. И это очень важно. Конечно, мы говорим про обработку рук, но мы должны помнить про само состояние кожи рук. Естественно, что ногти должны быть коротко подстрижены, они не должны быть с лаком. Тем более, если мы говорим о накладных ногтях, это строго запрещено. Почему? Потому что все это уже доказано, что сопровождается очень массивной колонизацией патогенной флоры. Например, золотистым стафилококком или граммо-отрицательными палочками или дрожжевыми грибами. Это все уже известно. А еще на запястьях и на руках не должно быть украшений. Потому что тоже, как бы мы прекрасно не сделали всю нашу обработку рук, как бы мы ее не провели, но если все это будет в каких-то нитках, браслетах, кольцах, то, конечно, это будет абсолютно неэффективно. И дальше вот такая фотография специальная. Это постановочное фото. Чтобы вы не пугались, это специально. Мы специально это демонстрируем, чтобы напомнить, как важно соблюдать все моменты еще и по внешнему виду сотрудников, потому что это все играет роль. Можно одеть самые дорогие, самые лучшие костюмы, шапочки, маски, самые прекрасные, иметь перчатки, и при этом все сделать неправильно. И тут, конечно, тоже это важно помнить, что если вы должны одеть вот эти меры предосторожности, если вы должны их соблюдать, например, при выполнении ассептических манипуляций, то вы должны их соблюдать тоже правильно. Нос должен быть закрыт, волосы убраны. Ну, в этой ситуации вы видите, здесь есть и кольца, и браслет. В общем, все абсолютно неправильно. Это я вам специально еще раз напоминаю, чтобы это тоже не уходило из-под вашего внимания. Далее. Вот это пример из нашей реальной практики, то, как это происходит в центре. Если у пациента, вот это результат его исследования, у пациента, допустим, мы выявили какой-то устойчивый патоген. В данном случае это был метицелин-резистентный золотистый стафилококк, то, что мы называем МРСА. Как только инфекционный контроль получает эту информацию из БАК-лаборатории, мы сразу наклеиваем, помещаем такой стикер специальный, где мы пишем, что этот пациент должен быть изолирован, что должны быть проведены такие-то меры по деколонизации. Отправляем эту информацию сразу медицинским сестрам, обычно старшая медсестра или сестра-хозяйка ответственна за назначение этой изоляции. Они получают от нас информацию. У них в отделении есть уже заранее заламинированные все вот такие таблички. Тут, к сожалению, не работает указка. И эти таблички помещают сразу на дверь для того, чтобы каждый, кто хочет зайти в эту палату, знал, что там надо делать. Вот так выглядят доктора, которые соблюдают. Вы видите, что все они одели все то, что требуется на картинке. И, конечно, я напоминаю о том, как это важно, чтобы был... Это больше, конечно, к врачам, но сестра должна об этом знать, потому что должны тоже это понимать, как важно искать вот этих пациентов, которые могут быть колонизированы. Они могут быть даже без признаков инфекционных заболеваний, но они тоже могут иметь определенный риск для других пациентов, которые находятся в отделении. Вот так выглядит наша табличка, например, по контактной аэрозольной изоляции. Это все очень просто сделать. Эти все картинки мы сами сделали, заламинировали, раздали в отделение. Просто когда мы даем сигнал в отделении, что наклейте на эту палату табличку с изоляцией, это сразу все наклеивается, и остальным только остается соблюдать то, что мы рекомендовали, соблюдать эти правила. Дальше в отношении безопасного окружения пациента, конечно, очень важно. В клинике, где находятся иммунокомпрометированные пациенты, где они проходят свое лечение, конечно, очень важно качество воздуха, качество воды. Мы говорим о необходимости наличия палат с специальной системой вентиляции. Идеально, если это гепофильтрация воздуха. Я понимаю, что это не везде возможно сделать там, где уже старые клиники, где это уже все построено было раньше. Но как минимум то, что мы должны знать, помнить и должны это делать постоянно, контролировать, как происходят какие-то строительные работы у нас в отделении. Потому что это постоянно будет происходить, и мы знаем, что вот эта пыль строительная, которая содержит, например, звездку или что-то, в ней может находиться колоссальное количество спор. В первую очередь нас волнуют плесневые грибы. И, конечно, для наших пациентов это катастрофа, если у них развивается инвазивный микоз. И, допустим, если вы знаете, что где-то должна произойти, я не знаю, что-то просверлить, что-то подремонтировать. Конечно, надо быть на чеку, чтобы правильно, лучше заранее. Вообще это должна быть такая команда, которая срабатывает заранее, когда только планирует проведение каких-то работ. Они понимают, какая логистика будет у пациентов. Там все загораживается. Это тоже очень просто сделать. Это устанавливается ширма, которая закрывает возможную пыль от пациентов. И поток пациентов так направляется, чтобы не ходить мимо вот этих вот ремонтных работ. И мы должны помнить о том, что, в принципе, есть фильтр высокой очистки, который пациенты могут использовать, FFP2 тип. И если вдруг им надо все-таки на какое-то исследование пройти мимо, то они могут надеть эти маски, респираторы специальные, которые их могут защитить в дополнение. И поэтому, конечно, медсестры должны об этом знать точно. Если они вдруг увидели, что какой-то инженер, сантехник пришел, что-то там сверлит или делает, они должны сразу его остановить и увериться, что все это безопасно для пациентов. В отношении пациентов, которые находятся в нейтропении, получают иммуносупрессивную терапию, мы говорим о том, что есть так называемые высоко контоминированные объекты. Это все то, что может содержать в себе, в первую очередь, элементы земли. Цветы в горшках, срезанные, засушенные, какие угодно, потому что это все очень высоко контоминировано граммо-отрицательными патогенами и тоже так же различными грибами, плесневыми в том числе. И поэтому, конечно, это тоже принципиальный момент. Мы должны это знать. И для того, чтобы мы могли это сделать, для того, чтобы мы могли все эти наши стратегии воплотить в отделениях, мы должны, конечно же, разработать такие специальные алгоритмы, или их еще называют СОПы. Мы должны, конечно же, контролировать, как их выполняют сотрудники все, не только медсестры и врачи точно так же, и ординаторы тем более. То есть это очень важно. Для этого надо проводить обучение, мастер-классы, какие-то экзамены устраивать, и тогда это возможно, конечно, создать. Дальше мы переходим к манипуляции, так называемой безопасности манипуляций, что принципиально в отношении пациентов. Самое важное, и я здесь специально оставила такую градацию 1А, то есть это уже доказано множеством очень серьезных, хорошо спланированных исследований, это абсолютно доказанные факты. Самый важный момент – это работа с использованием, с применением асептической техники. Не важно, какие перчатки на вас надеты, как они называются, даже порой не важно, стерильные они или нет, важна техника, в которой вы выполняете те или иные манипуляции. Вот именно асептическая техника доказана, что это самый важный момент. И мне хочется еще такой момент сказать, он важен в отношении разных аспектов, но вот в том числе, я думаю, что много из вас, кто слышали про большую проблему, которая случилась в Благовещенске, это инфицирование детей гепатитом С, например, и действительно есть определенные риски, в том числе и гемоконтактных инфекций. И, например, есть такая рекомендация, тоже очень важная к исполнению, никогда не использовать, например, один шприц для разных пациентов. И даже если вы будете менять иглы, то есть это тоже очень важный момент. Помните об этом, конечно, мы сейчас живем уже в современном веке, и, как бы кажется, мы все отлично могли бы быть снащены и работать только одноразовым инструментарием, но иногда бывают разные ситуации, которые могут в том числе привести к таким плачевным последствиям. В отношении наших пациентов мы еще дополнительно выделяем, как фактор такой значимый, это минимизация инвазивных манипуляций. То есть мы делаем то, что можно не делать, мы не делаем. И очень важно не делать такие, например, манипуляции, как внутримышечные инъекции, забор крови из пальца. К примеру, вот это пациенты с лейкозами, пациенты наши, с которыми мы работаем. Вот это пациенту, которому кололи палец, насколько хорошо видно, я не знаю, но у него развилась флегмона, у этого пациента развились абсцессы. Это все произошло после тех манипуляций, которые вообще не надо было делать. У него должен был стоять центральный венозный катетер, и лечение он должен был получать туда, и также забирать анализы крови. Поэтому, конечно, это важно знать и помнить. И также к минимизации вот этих рисков мы говорим о том, что попробуйте минимизировать разъединение центральной венозной системы, системы, которая связана с катетером. Потому что каждый подход к этому катетеру – это каждый раз риск того, что, может быть, будет не проведена антисептика соединения с катетером, может быть, где-то будут не так обработаны руки. Поэтому каждый раз мы дополнительно вводим пациента в зону риска. Поэтому если вы можете как-то сгруппировать ваши назначения, делать их максимально за один раз. К примеру, есть такая тактика, как пролонгированное введение антибиотиков. Поэтому это тоже очень важно. Ну и, конечно, это контроль за состоянием центрального венозного катетера и правильная его обработка. Потому что это самое частое устройство жизнеобеспечения. И, конечно, пациенты находятся в колоссальном риске, у кого есть катетер. И вот так мне хотелось показать маленький пациент, которому не было годика, поступил к нам из региона. Это абсолютно старого типа катетер, такой пластмассовый, даже это не специальный материал. Вот таким вот нестерильным пластырем всё это было заклеено. Оттуда мы выделили 4 разных патогена грамм отрицательных. Это была клепсиела, это была синегнойная палочка, это был золотистый стафилококк и, по-моему, антерококк. То есть это вообще колоссальная проблема, которую недооценивают врачи, медсёстры, те, кто имеют отношение с этими катетерами. И, конечно, очень большая разница в том, как вы это должны проводить, когда вы используете правильный тип катетера, когда вы это делаете с использованием правильной техники. В отношении правильной техники мне бы хотелось сказать несколько. Сегодня уже был отличный доклад по профилактике катетеросырных инфекций. Я ещё раз подчеркну, потому что это никогда не будет лишним. Конечно, у вас должны быть алгоритмы. И общаться, скажем так, подступать к детям, к пациентам с катетерами должны только те, кто это умеет делать. Ни в коем случае это не то, что ординатор пришёл и говорит, давайте я всё сделаю нормально. Надо допускать к этим пациентам только тех, кто действительно обучен, кто знает, как это делать правильно. Конечно, важным моментом является постановка центральных венозных катетеров только тогда, когда это действительно необходимо. Не просто на всякий случай, а вот действительно этому пациенту нужен центральный венозный катетер. И, естественно, если он ему не нужен, этот катетер должен быть тут же удалён. Мы должны помнить о том, что мы предпочитаем не катетеризировать бедренные вены, если это возможно, если, конечно, мы не говорим о диализных катетерах. Но потому что, понятно, бедренная вот эта вот паховая область – это очень высоко контоминированная область. И известно, что такой тип катетеров сопряжён с большими осложнениями. Ещё раз напомню, что асептическая техника – это самое важное, что есть в работе с пациентами. И, конечно, мы используем для обработки центрального венозного катетера 70-процентный спиртовый антисептик. Предпочтительно, чтобы это был хлоргексидин, содержащий препарат. И однозначно использование стерильных наклеек одноразовых. Лучше, если это будут прозрачные наклейки, потому что тогда мы можем наблюдать за местом стояния катетера и понимать, что происходит, быстро реагировать, если там произошло, например, какое-то покраснение или отделяемое мы увидели. И я расскажу, как это происходит в жизни. В один из летних периодов мы столкнулись с вспышкой катетерных инфекций. Патоген, который был идентифицирован из крови, это было 14 пациентов. 14 маленьких пациентов до года. Патоген назывался ахромобактер ксилоксиданс. Это граммо-отрицательный патоген, который обладает природной, очень выраженной резистентностью к антибиотикам. И, конечно, мы стали расследовать, что произошло, что могло быть источником этих осложнений. Мы исследовали порядка 500 различных образцов. Это были различные в основном жидкости, в том числе и растворы разные, и антисептики, и диспенсеры, и все поверхности. Всё, что мы могли взять в работу, всё это было сделано. И мы нашли в двух местах этот микроорганизм. Мы подтвердили абсолютно его идентичность. Первое место – это был столик процедурной медсестры, столик, на который она ставит обычно все свои предметы, которые нужны. И мы нашли в двух ёмкостях, где уже были заранее замочены ДЭС-средством салфетки. То есть вы понимаете, когда мы протираем ДЭС-средствами поверхности, мы их не стерилизуем. Это тоже, на самом деле, фактор, который мы не даем себе отчёту. Нам кажется, после этого всё чисто. А на самом деле они тоже могут быть колонизированы, контаминированы каким-то патогеном. И когда мы посмотрели на руки медсестры, то, насколько вам это хорошо видно, мы увидели длинные ногти, грязь под ногтями. Я напомню, это было лето, дачи, копание в грядках и так далее. То есть те факторы, которые тоже существуют, которые мы должны абсолютно чётко понимать как факторы риска. И таким образом мы для себя решили, что всё-таки источником контаминации этих пациентов, инфицирования этих пациентов, были руки медперсонала и несоблюдение асоптической техники при работе именно с центральными венозными катетерами. И другую мне хотелось бы продемонстрировать жизненную ситуацию, которая случилась у нас в центре не так давно. Но в отделении реанимации находился пациент, у которого была изолирована синегнойная палочка, мультирезистентная. То есть практически все препараты, которые существуют, не действовали на неё. Был один только препарат, это колестин. Я так думаю, что в ваших стационарах, скорее всего, это уже тоже случается. К сожалению, такая проблема серьёзная. В один из дней мы у этого пациента выявили этот патоген. Пациент этот был некурабельный, и он погиб в отделении реанимации, он умер. Далее поступили в отделение реанимации. Я сразу скажу, что это всё происходило в разных палатах. Эти пациенты не были связаны между собой, не находились в одном помещении. Поступило два других пациента, на разных сроках у которых тоже был выявлен этот же самый патоген. Такая же синегнойная палочка с таким же спектром резистентности. И на самом деле, если вы посмотрите внимательно на числа, этот пациент по 6 августа находился в реанимации. 5 числа у него была идентифицирована синегнойная палочка. Она была идентифицирована из крови. И на следующие сутки пациент умер. И также, так как мы стали проводить расследование и искать, что может быть причиной, где она может ещё находиться, мы нашли 3 локуса в отделении реанимации. Это были сливы раковин, где мы нашли эту синегнойную палочку. Это был слив раковины в комнате для приготовления парентерального питания. Это была раковина процедурного кабинета. И это была раковина палаты, где находился пациент. Потом мы провели типирование секвенса этих синегнойных палочек. И вот вы видите, красной рамкой выделен такой кластер. То есть мы доказали, что всё-таки это единая синегнойная палочка, которая была выявлена в отделении реанимации. И, конечно, как вы понимаете, это такая вспышка, где пострадало несколько пациентов. Когда мы стали изучать, что могло привести к этой катастрофе, к этой ситуации, то мы выявили очень серьёзное нарушение правил поведения в тех палатах, на которые была наложена изоляция. Вплоть до того, что иногда сотрудники могли вообще не соблюдать эти правила. Была проблема с обработкой рук. Например, когда мы знаем, что если был какой-то заход в палату, которая на изоляции, а даже на самом деле и не на изоляции, мы обязательно должны потом обработать руки. То есть мы выявили то, что не всегда это проводилось и было сделано не так, как это нужно делать. И мы выявили нарушения, такие значимые нарушения техники работы с центральным венозным катетером. Например, когда мы говорим про то, что мы должны разъединить систему, отъединить экстенджер от самого катетера, мы должны провести антисептику. Мы наносим спиртовый антисептик, 15 секунд мы должны протереть место соединения. Так вот, мы посмотрели, как это происходит в реальной жизни. В реальной жизни хорошо, если это не пшикали просто на место соединения, что вообще не имеет никакого значения, никакой роли, но эта антисептика проходила очень быстро, 3 секунды. И потом очень быстрое введение тех препаратов, которые должны были быть введены в центральный венозный катетер. То есть мы говорим о том, что когда мы проводим антисептику, нужна еще и экспозиция. Определенное время, которое должно пройти, чтобы эта антисептика, эта манипуляция была действительно эффективной. И вот та самая большая проблема, когда мы не понимаем, что такое антисептика. Когда, например, могут надеть перчатки, даже стерильные, а после этого потрогать флакон с антисептиком, попшикать куда-то, открыть упаковки со стерильными салфетками и потом эти салфетки взять. То есть вот это и есть нарушение главного правила, когда мы не соблюдаем антисептику. Это то, как… Это я продемонстрировала специально, то, как влияет на жизни наших пациентов вот это все то, о чем мы говорили. Я очень кратко скажу, что, конечно, значимость дезинфекции инструментов и обработки, и хранения, и стерилизации – это, естественно, очень-очень важно. И точно так же важна дезинфекция всех поверхностей оборудования и, например, тех элементов, которые контактируют с разными пациентами. Ну, например, манжетки, тонометров, датчики УЗИ, у врачей различные стетоскопы и что-то еще. Почему это очень важно? Потому что патогены, они сохраняются на поверхностях в течение долгого времени. И известно, например, что синегнойная палочка может провести на поверхности почти полтора года. И, конечно, мы должны обрабатывать эти поверхности для того, чтобы создать вокруг наших пациентов безопасное окружение. Нам очень помогает санитарная бактериология. И, например, в 2008 году мы провели более чем 2000 исследований именно для того, чтобы узнать, насколько эффективны наши собственные режимы дезинфекции, насколько мы можем им доверять, насколько то, что делаем, реально работает. И, конечно, мы контролируем все, начиная от качества воздуха, заканчивая качеством, например, мопов, которыми работает клининговая компания. То есть все, что угодно, мы берем в работу, проверяем. И так, например, в 2018 году в двух третях случаев мы ничего не выявили, никаких микроорганизмов. Но вот почти 40% мы выявили что-то. И в подавляющем большинстве это была грамм положительная флора. Вот эти синие части, это грамм положительные микроорганизмы. Чаще всего это были кожные комменсалы. То, что мы предполагаем, это нормальные эпидермальные стафилококки и так далее. Это нас не очень, скажем так, волнует. Но вот почти 30% это была грамм отрицательная флора. Если мы посмотрим на спектр того, что нам удалось найти, то это была и синегнойная палочка, и ацинетобактер, и клепсиела. Все те значимые патогены, значимые в стационаре, которые, конечно же, непосредственно оказывают воздействие на наших пациентов. Поэтому это очень важно, чтобы происходило у вас в отделениях. Это то, что мы сделали для пациентов, для их родителей. Те памятки, напоминания, такие специальные таблички, которые мы поместили, именно для профилактики контоминации синегнойной палочки. Потому что действительно мы знаем, что именно раковины чаще всего контаминированы синегнойной палочкой. И это возможно, это может происходить. Самое простое, что можно придумать, это сдвинуть носик вот этого крана в сторону, для того, чтобы вода стекала не непосредственно в слив, а стекала вот так вот по раковине. И тогда не будет разбрызгивания вот этого инфицированного, контаминированного аэрозоля, когда вода попадает в слив раковины. То есть это то, что возможно сделать даже без каких-либо финансовых воздействий. И в дополнение в тех палатах, где мы знаем, что находятся пациенты колонизированной синегной палочкой, раз в неделю мы проливаем горячую воду, мы знаем, что это температура воды больше 60 градусов, мы делаем такую термическую дезинфекцию. И, конечно же, мы запретили в раковинах, там, где находятся пациенты, мыть какие-нибудь фрукты, овощи, посуду. То есть это все категорически запрещено, тоже с той позиции, чтобы не контаминировать сливы. И после случая, о котором я вам рассказала, после этой вспышки синегнойной инфекции у нас в реанимации, мы закупили еще новые клапаны для сливов, новые сифоны, то есть мы продолжаем в этом направлении работать. Это тоже определенные моменты, шаги, которые могут быть предприняты в отношении профилактики вот таких инфекций. В завершении я хочу еще раз подчеркнуть значимость вот этого мультидисциплинарного взаимодействия. Это должно идти на самом деле с руководителей, с заведующих отделением. Лучше, чтобы сам директор клиники, директор или президент, я не знаю, кто у вас, чтобы он понимал, как это важно, что внутри больничная инфекция – это самая большая катастрофа, которая может случиться с нашими пациентами. И, конечно, без медсестер, то есть роль медицинских сестер колоссальная во всех вот этих моментах, во всех этих важных пунктах, когда мы можем профилактировать внутри больничной инфекции, не допустить, чтобы они развились, без медсестер, без их понимания этой проблемы мы не сможем идти вперед, не сможем двигаться, и поэтому это такой, видите, круглый стол, где все друг друга должны слышать, понимать, и все это мы делаем для того, чтобы нашим пациентам было лучше. И, конечно, если вы разработали эти алгоритмы, вот это прямо скриншот с моего компьютера, когда мы поместили эти алгоритмы на общий ресурс, мы сказали, пожалуйста, вы идете в такую-то папку, в такой-то сервер, там вы находите инфекционный контроль, и когда вы зайдете в эту папочку, вы увидите абсолютно все алгоритмы, у нас их более ста, как надо разводить препараты, как работать в ламинарном шкафу, как надо перевязывать катетер, что надо делать. И, конечно, у ваших коллег должен быть доступ к этому ресурсу, они должны абсолютно понимать и знать, где это все находится, где это все можно почитать. Но я еще раз напоминаю о том, что это надо контролировать. И, например, у нас мы контролируем, и даже мы сделали вот такие таблички, где мы написали, инфекционный контроль наблюдает за вами. Это кто-то машет нам рукой, когда обрабатывает руки, кто-то как-то шлет привет. Но мне кажется, не обязательно это должно быть именно с видеонаблюдением, но может быть даже так. Это, бывает, помогает для того, чтобы вы смогли увидеть, что происходит в выходные дни, что происходит вечером. Не для того, чтобы, я еще раз подчеркну, это очень важно, не для того, чтобы наказать, для того, чтобы объяснить. Потому что никто из сотрудников никогда не хочет сделать пациентам плохо, никогда не хочет это сделать осознанно. Мы это делаем, если это происходит, по незнанию, потому что мы недооценили те или иные факторы риска. И, конечно, я очень надеюсь, что у вас все получится, и все наши пациенты будут здоровы. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. У меня вопрос. Спасибо большое, Галина Геннадьевна. Ну, даже, наверное, параллельно вопрос к нашим коллегам. К нашим коллегам. Можно попросить, да, транслейта родить? У меня вопрос. Мы были буквально полгода назад в клинике европейской, в нескольких клиниках. У всех у нас разные санитарные правила. В Европе они совсем другие. То есть, катастрофически другие, но вот с нашей точки зрения. Я сейчас про рутинные смывы с поверхностей, с рук, обработка воздуха. Как вы относитесь к этому? В Европе этого нет. Рутинных смывов у них нет. У них смывы по показаниям. Как в Соединенных Штатах? Как и ваше отношение к этому? Ну, вы знаете, в Европе, видимо, Европа и Европе рознь, потому что я сама проходила стажировку в Германии, и там очень большое внимание уделяется именно смывам с поверхности вот этой санитарной бактериологии. Это не должно делаться просто для какого-то протокола, потому что мы должны дать отчет, что мы сделали столько-то смывов. Это не ради этого должно делаться. Это должно делаться, чтобы мы могли контролировать сами себя. Допустим, обработка происходит качественно или некачественно. То средство, которое мы подобрали, оно работает или не работает. И это должно происходить рутинно, это должно происходить постоянно, чтобы мы могли вести этот анализ. Моё мнение такое, что это очень важная часть, вот эта санитарная бактериология, это очень важная часть инфекционного контроля в стационаре. Пури, пожалуйста, сделайте какие-то комментарии. Я бы сказала, что ваша презентация была прекрасной. Я согласна с каждым моментом этой презентации. Конечно, очень важно знать о том, как изменяется бактериальный рост в стационаре. У вас могут быть определенные колонии, бактериальные колонии. И что мы делаем на рутинной основе? Мы каждый месяц это проводим и пишем отчет в отношении изменения бактериальных колоний, того или иного, той или иной контоминации. Делайте... А, всё. А, все уже сдали наушники, да? Я могу сказать, что наши коллеги говорят, что это тоже очень важно. И важно смотреть на динамику, то, что происходит. Например, меняется или нет вот это бактериальное число колоний, которые выделили из отделения в отделение, с года в год, от месяца к месяцу. Есть ли какая-то динамика? То есть это действительно важно делать. И это тоже так же происходит с отчетами, с отправлением отчетов и, ну, скажем, оценкой вот этой ситуации. И как ещё добавлю, как сказала Джейн, они делают это же месяц. Да. То есть это рутина тоже. Ещё вопрос. У меня практический вопрос. Вы упомянули тонометры. А как обрабатываются манжеты тонометров? И вот градусники электронные у нас, они тоже по факту не обрабатываются никак. Но мы лично обрабатываем спиртовыми антисептиками. Это так называемый метод быстрой дезинфекции. Да, есть такие салфетки. Со спиртовым антисептиком, который можно маленькие поверхности быстро обработать. И они... Экспозиция там короткая. Это можно сделать. Галина Геннадьевна, манжеты и тонометры тоже? Да. И, то есть, это работает. Потому что, учитывая, что манжета и материалы, это работает. Спасибо. Спасибо за хорошую презентацию. Хорошая презентация. Я думаю, мы то же самое делаем в нашем стационаре. Это контроль за заболеваемостью, инфекционным состоянием. Но я думаю, что вы говорили о комплиентности. Комплиентность и следование тем процедурам, тому алгоритму, который существует в стационаре, очень важен. И необходимо, чтобы был определенный человек, который наблюдает за всем, который проверяет состояние рук. Это то, и в конце дня необходимо составлять отчет, указывая, что было не так, что нужно улучшить. Это не просто даже самоконтроль, а это самоконтроль плюс внешний контроль. Это не для того, чтобы наказать кого-то, а для того, чтобы улучшить ситуацию. Я работаю в отделении, когда я работала в отделении гематологии, просто все с ума сходили, боялись инфекции очень сильно. Более того, не просто камеры, а приходит некий супервайзер. То есть это как внутренний аудит фактически. Приходит супервайзер, который ходит с человеком с утра до вечера и проверяет все, что он делает, все те манипуляции, которые он проводит. И к концу дня он получает заключение о том, как были сделаны, и есть что-то, что он может улучшить в своей практике. Есть ли что-то, что еще надо изменить для того, чтобы был лучший результат. И, конечно, это делается то, как я и говорила, не для того, чтобы наказать, а чтобы улучшить те моменты, предупредить, уменьшить те риски, которые касаются наших пациентов. Это, конечно, здорово. Я бы мечтала, чтобы у нас было столько персонала, чтобы еще кто-то мог ходить и проверять. Я была бы счастлива. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, как часто в стационаре, по вашему опыту, необходимо менять дезинфицирующие препараты, в частности, для обработки поверхностей? Раз в два года, раз в пять лет, раз в семь. Ну, это такой вопрос сложный. Мы не меняем вообще никаких дезрастворов. Да, у нас в Санпине, в наших правилах прописано, что мы должны делать некую ротацию дез-средств. В свое время мы связывались с институтом Роберта Коха и советовались в Германии. И советовались, надо ли это действительно делать, потому что не очень понятно. И, например, в Германии так никто не делает. Я не знаю, как делают в Бельгии или в Штатах. Это интересно тоже будет спросить. Но мы приняли решение ничего этого не делать, так как мы все-таки контролируем вот такой микробиологический пейзаж клиники и смотрим, что происходит на поверхностях, в том числе после обработок. Нам кажется, что вот это гораздо важнее, чем менять дез-средства. Да, да. Вот только сейчас мы начали делать такие исследования по изучению активности, вот этой антимикробной активности в отношении определенных внутрибойничных штаммов, активность дез-средств. Вот это мы только-только начали, пока не готовы еще сказать, но очень такие данные пока свежие, да. Но вот посмотрим, что у нас получится. Но пока все так выглядит очень хорошо. Еще вопросы, коллеги? Галина Геннадьевна, у меня вопрос. Благодарю вас, большая благодарность за такой доклад. Нам это очень интересно, потому что мы тоже мечтаем провести такую работу в стационаре. И у меня сразу вопрос по поводу СОПов и алгоритмов так называемых. Кто у вас разрабатывает СОПы в клинике? Это какой-то оргметод-отдел или это лично вы, или это помощники? Лично я как гематолог, потому что я врач в первую очередь, именно я имею в виду клинический. Я знаю, как выполнять все эти манипуляции, я знаю это изнутри. И со мной вместе старшая медсестра, главная медсестра нашей клиники и эпидемиологи, которые знают немножко больше о тех законах и тех особенностях, которые тоже могут помочь в профилактике инфекций. Вот мы все вместе, втроем, вчетвером садимся. Когда наш некий алгоритм, например, по центральным венозным катетерам или по работе спортсистемы, или что-то еще готов, то мы созываем такую, ну скажем, бригаду. Это такие очень ответственные медсестры, мы их знаем. Например, в отделении ТГСК, в отделении гематологии. Это наш заведующий анестезиологией реанимации, для того, чтобы он посмотрел тоже справедливости позиции, как анестезиолог. И мы тогда уже в более таком коллегиальном, более широком кругу обсуждаем детали. Когда все с этим согласны, мы отдаем это на подпись нашему директору. Дальше должен согласиться директор. Спасибо большое. Кажется, что каждая клиника разрабатывает для себя какие-то алгоритмы. У нас получается большая страна, и можно как-то эти алгоритмы сделать так, чтобы единые были. Почему? Потому что получается так. Одна клиника делает так, другая делает по-своему, третья делает по-своему. Даже в каждом отделении тоже существуют какие-то правила. И приходят проверяющие, и получается, говорят, а вы делаете все не так, а надо делать вот так. И получается, это можно постоянно менять какие-то правила. Буквально каждый месяц, каждый полгода, год. Это очень сложный вопрос. Он замечательный, потому что моя мечта создать такие клинические рекомендации для всех, которыми будут все пользоваться. Это просто мечта. Но с чем мы сами столкнулись? У нас только что прошла проверка в нашем центре. Проверка из Роспотребнадзора. И увидев наши алгоритмы, у них было очень много претензий. При том, что просто санпин, который у нас есть, конечно, он не может отвечать всем требованиям, особенно что касается иммунокомпрометированных пациентов. Они многие моменты не понимают. И когда мы рассказали, как мы, например, работаем в ламинарном шкафу, как мы готовим все препараты, что у нас есть процедурная сестра, которая сидит и только в ламинаре разводит все препараты, и есть палатные сестры, которые их берут и вешают уже около пациентов, к нам было тоже много претензий, и нам сказали, хорошо, напишите инструкцию, если вы считаете, что ваша инструкция должна какой-то быть особенной, и ее вы должны подать на утверждение. Есть такой научно-исследовательский институт дезинфектологии в Москве. И вы должны это подать на утверждение, чтобы это получило статус официальный на государственном уровне принятой инструкции. Но это почти невозможно. Я не знаю, что делать, правда. Поэтому как-то мы вот так работаем, что-то сделали сами у себя и работаем вот так. Может быть, когда-то сможем сделать рекомендации. Простите, я в продолжение. Когда приходит Роспотребнадзор, вот вы то, что сказали, да, Росздравнадзор приветствует эти СОПы. То есть они так рады, они очень, в принципе, поделитесь опытом. Мы выходим, мы делимся опытом, доставляем эти СОПы, да. То есть, а потом, когда приходит Роспотребнадзор, это не просто замечание, это штрафные санкции, и они не маленькие. И получается, ну давайте найдем золотую середину. Или они должны быть у всех едины, как сказали коллеги, или их не должно быть. Давайте как-то вот на каком-то уровне, кто нам поможет в этом. Вот вопрос. Спасибо. Вопрос не совсем Галини Геннадьевне, конечно. Коллеги, давайте вот, да, Йохан что-то хочет сказать. Ну, что-то у нас было такое в Бельгии, национальные гайдлайны по инфекционному контролю, что мы не знали, что гематологи, ассоциация гематологов и медсестер, мы вместе написали эти СОПы, и мы предоставили их тоже политическому надзору, мы в госпиталь, и у нас был определенный общий гадлайн, и все смогли его видеть, все смогли им пользоваться. Это, возможно, вам поможет. Это очень долгий процесс, я это понимаю. Сказалось в Бельгии, что у них есть простые медицинские услуги, они есть и у нас с вами. СОПы это все-таки немножко другое, это совсем другое. Для каждой клиники они свои, особенно и одного СОПа на все клиники быть не может. Да, об этом я хотела сказать, что как раз-таки принцип СОПа в индивидуализации процесса, то есть клиника сама под себя. Есть алгоритмы, есть алгоритмы, которые мы изучаем в сестринском деле, есть требования СанПина, но СОП это... Надо сказать, что у нас в стране пока СОП не внедрен, и это не совсем понятно, что это такое, непонятно, как его писать. Понятно, структура есть, а для чего эти пункты, зачастую непонятно. Там компетенция исполнителя, и так далее, и так далее. Я думаю, что разрабатывать каждому учреждению все-таки неправильно, как наше правительство в здравоохранении решило. Я думаю, что все-таки должно быть общие правила. Но пока у нас точка зрения у руководства Минздрава именно такая. То есть у нас все разрабатывается лично. Для своего учреждения вы индивидуальный подход применяете. Можно краткий? Коллеги, да, давайте мы вопрос и закругляемся у нас время. Это даже не вопрос, это просто ремарка такая. К взаимодействию с эпидемиологическими службами Роспотребнадзора. Хочу поделиться нашим опытом. Я вижу, что онкология, я не из чисто онкологического лечебного учреждения, но я вижу, что онкология шагнула очень далеко вперед. Вперед пониманий наших эпидемиологов. И они, в общем-то, не специалисты в отношении онкологии. Надо на это делать скидку. Старайтесь разговаривать на их языке. На языке врачей-эпидемиологов, которые очень часто заканчивали вузы очень давно, в древности. Если приходит адекватный человек, на самом деле всегда можно договориться. У нас была такая история в лаборатории, когда они не понимали, почему у нас ПЦР-методики работают совершенно по-другому, не в соответствии с их алгоритмами, разработанными в каких-то безумных 80-х годах. И когда мы им рассказали и показали, как это выглядит, просто пригласили их в лабораторию, нарядили как положено, они увидели это все своими глазами. Мы им потом утвержденный алгоритм показали. Вот этого было достаточно для того, чтобы убедить их в правильности наших действий. Вот и все. Спасибо. Спасибо.